всем здарова всем привет на канале волос фронк и по пути на работу я хочу немного поразмышлять по триндеть с вами на одну тему это вот последний раз я рассказывал да про куски говна которые разводят разных незащищенных людей там бабушек пенсионеров матерей там еще кого-то по телефону на деньги когда при причем частенько когда у людей может быть вообще крайне тяжелая ситуация такое говно она все равно ему насрать ему насрать какая там ситуация у человека что там он инвалид может быть может быть еще что-то заболевание какое-то у человека еще что-то с ним случилось главное воспользоваться воспользоваться то же самое там ладно и одновременно с тем есть типы хотел сказать типа давидыча но нет давидыч там неизвестно история мутная ничего не доказано еще так вот прилюдно известно на факт налицо только какие-то обвинения и на лицо какие-то бабки что 10 лямов то просто взяли привезли 10 лямов в чемодане вот пожалуйста залог вот тачки там не тачки дома не дома квартира не квартиры короче куча бабла неизвестно откуда да а так ничего не доказано поэтому продавидыча продавидыча ни слова ну вообще как бы вот такие вот всякие махинаторы которые черными схемами различными серыми обкрадывают банки обкрадывают всякие страховые компании там еще что-то и вот замечательный зритель мой сироп кленовый говорит что типа зря я радуюсь ну как-то так иронично конечно сказал что да действительно и что на самом деле какого-нибудь там вот эту блато туда позорную которую можно по телефону разводящую можно просто напросто отправить на три буквы поймать за руку и все такое а страховая компания тебе не покажет никакой отчет ничего такого так почему же все таки у меня вроде отношение к этим людям которые используя различные схемы грабят ну так сказать государства банки различные страховые компании ну и все и все тому подобное у меня как бы лояльные отношения вроде бы знаете почему вообще у всех людей в нашей стране примерно вот такое отношение может быть в силу своего менталитета может быть серу в силу какой-то узкости мышления хотя я понимаю конечно да что так делать нехорошо я не оправдываю никаких там серых схем ничего вы понимаете вот все вот эти вот конторки организации вот все вот это говно которое навязано нам страховки например которые растут и растут эти платы за страховки платы за дороги вот дороги вот я сегодня езжу по городу просто говно как после я не знаю как после какой-то бомбежки все в ямах все просто-напросто а мы же платим какие-то там налоги я уже тем более тем более всякие банки тем более вся всякая херня типа этого как она называется то сейчас мы платим за капремонт вот посмотрите сколько жителей сколько квартир в каждом доме из каждого стали ни с того ни с сего стирать 500 рублей для кого-то 500 рублей это пачка жизненно необходимых лекарств для кого-то для кого-то это несколько буханок хлеба которых может быть не хватит чтобы дожить до следующей пенсии в нашей замечательной стране и все обязаны вносить эти 500 рублей кто-то мне звонит кому-то не иметься блин херня всякая происходит фотик упал светофоре стою телефон звонит там там нормальный человек надо было взять конечно я просто не смог ладно я перезвоню а этот видимо вырежу коврик уже не держит раньше коврик держал этот липучий на котором ну так вот на чем я остановился что для кого-то 500 рублей эти могут быть жизненно необходимы а ведь вот их сейчас собирают хрен знает куда-то в нижний новгород там или еще где-то находятся счета счета вот эти на которые перечисляются эти 500 рублей ежемесячно с каждого человека с каждой квартиры и вы думаете чё кому-то сделают здесь капитальный ремонт для показухи где-нибудь кому-то сделают там кому не нужно нахрен в новом доме по телеку покажут и все я уверен что у меня вот родители платят они всю жизнь будут платить и нихрена за всю эту жизнь в их доме не сделают никакой капитальный ремонт у них до сих пор по паспорту числится печное отопление в центре города пусть и не очень большого 200 ну как 200 тысяч жителей населения 100 тысяч какой-нибудь грозный взять там 200 тысяч населения да и там ну все вы видели какие дороги какие дома небоскребы и тому подобные различные вещи 100 тысяч город причем российского значения там завод находится угол ну как очень такой хорошая хорошая хорошо развитая промышленность то да все вот люди там не воюют живут хорошо платят налоги как хорошо смысле мирно смысле мирно и удобно платят налоги и вот 500 рублей в месяц каждый каждый месяц каждый человек этого города со средней зарплатой там может быть 10 может быть 15 может быть 20 тысяч рублей причем двадцатка этого шикарная зарплата там считается обязан перечислять хрен знает куда я хрен знает кому вот я считаю что это все грабеж и когда кто-то придумывает какие-то хитрые схемы и грабит от этих грабителей кроме как ловкий парень молодец я думаю в народе никак никто к нему по-другому не относится потому что эти грабители нет такой взаимосвязи как может быть это в европе там еще что-то где-то как туда что собирали собирали всей страной грубо говоря на капремонт храм хотели построить отремонтировать дороги там еще что-то и раз вдруг там кто-то ограбил фонд и в итоге придется снова собирать с этих же бабушек с этих же дедушек а так бы уже не собирали хрен собирали бы все вот это вот говно все вот эти организации они собирают ровно столько сколько могут они пытаются содрать все с удовольствием бы они еще стирали не знаю зубы золотые выдирали нам на упокойников еще все не платишь поехала на кладбище поехал где твои золотые зубы а ну пойди сюда закап ремонт могилы не заплатила еще что ли поэтому вот у меня такое отношение вот если там кто-то где-то как-то это человек это хитрый человек в нашей стране это в нашей стране к сожалению не к сожалению я подчеркиваю это я понимаю что по правильному это преступник еще большего масштаба тот кто не платит налоги тот кто там использует различные серые схемы но это все грабеж грабителей грабеж грабителей причем жадных которые продолжат грабить они не остановятся если грабителей грабить никто не будет они останутся грабителями они продолжат грабить всех вокруг кого могут и сколько могут если у них они смогут сделать так что будут брать за квартплату 20000 вместо 6 и люди не будут вздергиваться на виселицах или брать виллы и идти что то что то делать поэтому такое разные отношения а то то говно что вроде бы как бы да в рамках государства может быть может быть где то там ну подумаешь бабушку облапошил подумаешь там еще что то там пенсионера какого-то там не знаю ребенка обокрал но вот для меня это будет первостепенная мразь вот если выбирать из этих двух из этих двух да то пользуясь хитрыми схемами награбил миллион или кто или кто изнасиловал например маленького ребенка вроде бы ущерб то тот принес побольше и можно там пользуясь какими-то но не знаю не нашими не нашего менталитета не нашей страны реалиями говорит что тот нанес больше вред по сути для меня чмом и говном последним вот это будет мразь звонящая по телефону бабушки и заставляющие обманом пользуясь верой людей граби ее последние деньги вот это будет больше не знаю хмырь там не ну я не хочу материться там потому что этот человек он сейчас отдает себя отчет о том что он как дает он сейчас переступает эту черту вот сейчас падалью становится шакалом гнилым а тот кто молодец ну как молодец тот кто-то ограбил банк там еще что-то это вот совсем совсем другого рода люди совсем другого для меня лично может быть не в рамках страны не в рамках государства да там рамках государства можно говорить к сожалению в наших реалиях у нас такие товарищи грабят грабителей они грабят людей они грабят грабители которые постоянно грабят людей и от того что ограбили они их сегодня или не ограбили люди страдать грабиться люди не перестанут дороги лучше не станут нет у них меры нет у них насыщение какого-то нет у них да надо которого у них появляется потом там одни соски вторые соски третьи там дети дети от тех дети от этих там еще кто-то друзья кореша там всех награбленным можно поделиться можно найти поэтому я конечно говорю пока ничего не доказано еще неизвестно если давидыч за счет каких-то хитрых схем что-то как-то где-то не давидыч просто неизвестный человек понятно он не ангел ничего в нем хорошего но для меня лично относительно какого-то говна которая там не знаю что делает заведомо более слабого кого-то кто ограбил да ограбил раздел унизил для меня тот человек который вышел на борьбу как на борьбу на охоту со слоном он вызывает больше уважения и симпатии это вот на самом деле как как шакалы которые вот со своими шакали и улыбочками своими понятиями вот это всех грёбаным с этим говном когда они на каждое слово пытается прикопаться к человеку унизить его там или еще что-то к более слабому заведомо более слабому не к тому у которого там есть ксива власть деньги оружие в кармане и просто здоровый кулаке он в рожу двинет нет более слабому незащищенному кому-то там маленькому забитому больному вот кого они хотят схватить унизить еще больше заставить нагибаться и платить из своих последних копеек вот эти шакалы и другой формат нехороших людей да но которые как маленький давид против здорового голиафа против систем против корпораций грабительских выходят со своим хитрым оружием со своим мозгом со своей силой воли со своим каким-то там этим своей верой в удачу и в каких какой-то может быть бандитский успех я не оправдываю но для меня это совершенно разные люди совершенно противоположные а в наших реалиях вот в наших реалиях грабительских реалиях такого человека еще вполне возможно вот в жизни до общаясь ты с ним начал на человеческом уровне ты можешь назвать еще и хорошим человек понимаешь что вся его деятельность лично тебе к сожалению не принесет не благо ни вреда в том числе потому что тебя как грабили что он есть тебя грабят что его нет его грабят тебя грабят ну в общем все такое мое мнение не претендую на истину мнение субъективное может меняться призываю всех правопорядку всегда всегда правопорядку конечно же законопослушности осуждаю любые какие-то противоправные действия ай-яй-яй ой-ой-ой нехорошо не против кого общение не призываю всем мира добра любви толерантности ну и тому подобных всяких вещей призываю ко всем относиться с с душой и пониманием ладно давайте всем пока ну конечно же пишите пишите свои комментарии кто что думает ставьте лайки подписывайтесь на канал всего хорошего до скорых встреч подписывайтесь на канал